приветствую это разбор задачи по javascript магическая функция суммирования ранее мы уже разбирали похожую задачу но текущая задачка является усилением предыдущей и так необходимо реализовать функцию которая будет работать следующим образом она принимает на вход любое число аргументов возвращает функцию которая в свою очередь принимает на вход также любое число аргументов и так до бесконечности а результат вызова этой функции при проверке на равенство должен быть равен сумме всех аргументов всех под функции другими словами эта функция должна работать следующим образом обратите внимание на экран в области с комментариями указаны примеры работы данной функции и как она должна вести себя при сравнении с примитивным значением number реализовывать это решение мы будем с помощью node.js для проверки мы будем использовать встроенный модуль asset эту задачку мне подкинули в слаг канале образовательного проекта хэкстит ну что ж приступим к решению согласно условию задачи я сформировал несколько тестов на проверку типов и несколько тестов связанных со сравнением с примитивным значением number обратите внимание на экран тест 1 тест 2 и так согласно поведению функции magic она должна внутри себя аккумулировать все значения которые проходили через нее для этого мы заведем перемены фн аккумулятор и запишем туда аргументы которые были переданы функцию magic одновременно с этим мы видим что эта функция возвращает другую функцию которая также принимает какие-то другие аргументы и так до бесконечности то есть наша функция magic должна вернуть какую-то другую функцию которая принимает аргументы и должна возвратить какую-то другую функцию пока мы не знаем какую функцию она должна возвратить но возвращаем функцию и мы должны также саккумулировать наше значение которое мы получаем во втором вызове так мы аккумулируем наше значение следующим образом мы соединяем те аргументы которые мы получили при первом вызове с аргументами которые мы получаем при втором вызове так давайте посмотрим каким образом должна вести наша возвращаемая функция при втором вызове согласно условию задачи она должна также аккумулировать значение и возвращать функцию также аккумулировать значение возвращать функцию по сути то что мы должны вернуть здесь есть не что иное как вот эта вот функция для того чтобы вернуть вот эту функцию из вернуть саму себя то есть эту же функцию из этой же функции мы должны вот эту функцию проименовать давайте обменуем ее как а cc и вернем функцию а cc тем самым каждый раз когда мы вызываем следующий повторный раз 2 3 4 5 эту функцию мы возвращаем новую которая аккумулирует все наши значения и по идее все проверки которые связаны с проверками на типы должны пройти давайте запустим тесты проверим смотрим что действительно ошибок связанных с проверкой типов у нас нету но появились про ошибки связанные с проверкой на сравнение с примитивным значением итак давайте двигаться дальше получается что каждый раз когда мы вызываем функцию с неопределенным количеством аргументов неопределенное количество раз все эти аргументы у нас аккумулируются в переменную fn аккумулятор осталось только каким-то хитрым образом понять как мы можем получить сумму всех этих аргументов когда мы пытаемся сравнить объект с каким-то значением то объект пытается быть преобразованным в примитивное значение ну в частности мы тут пытаемся сравнить с примитивным значением поэтому мы поэтому наш объект пытается быть преобразован в примитивное значение происходит это преобразование с помощью метода в объекте value of который мы можем с вами определенным для нас образом смодифицировать, то есть попытаться вернуть сумму всех значений и тем самым попытаться решить эту задачу. Итак, у нас есть функция cc, которая в JavaScript также является, как ни странно, объектом. Давайте попытаемся определить метод внутри cc, valueOf, и вернуть какое-то значение. Для этого мы несколько нашу функцию magic перепишем. У нас будет константа, которая будет являться стрелочной функцией. Мы вернем эту функцию, запустим тесты. Вся та же ошибка. Теперь давайте определим метод valueOf. Это у нас будет функция, которая будет возвращать давайте для примера возьмем 0. Затем, чтобы у нас прошел наш первый тест, мы убедились, что да, действительно, мы можем внедриться в это место. valueOf 0. Запускаем тесты. Получаем ошибку, связанную с следующим тестом, с проверкой на минус единицу. Да, действительно, valueOf это то место, которое нам нужно. Итак, мы должны вернуть в этом месте сумму всех значений в массиве, который у нас выступает в качестве аккумулятора аргументов для всех вызовов. Для этого мы делаем следующее. мы используем reduce функцию для fn-аккумулятора. У него, у редюсера также, у функции reduce также есть свой аккумулятор, который при инициализации у нас будет равен значению 0. И к этому аккумулятору мы будем добавлять значения из fn-аккумулятора, то есть складывать, суммировать все ранее полученные аргументы. Запускаем наши тесты. Тесты прошли. Задача выполнена. Продолжение следует... Продолжение следует...